Во Владивостоке продолжается 15-й международный кинофестиваль «Меридианы Тихого», главная особенность которого – редкое кино из стран Тихоокеанского побережья. Это не только вся Юго-Восточная Азия, но также Австралия, США и страны Латинской Америки. И, конечно, Россия. Географию расширяет и неизменная копродукция, когда фильм, снятый, допустим, в Китае, спродюсирован в Европе. Фестиваль любим жителями Владивостока. Для них это возможность посмотреть экзотические картины, почти не имеющие перспектив выбраться в российский прокат, а также шанс встретиться и пообщаться со звездами мирового кино, которые бывают здесь охотно. Так, в этом году фестиваль почтила присутствием великая фанни Ордан, впервые представившая российским зрителям картину «Диван Сталина», свою режиссерскую работу. По словам звезды, нередкой гостью в России, она давно мечтала попасть на Дальний Восток и даже когда-то назвала Владивостоком любимую собаку, а еще ее очаровывает название главной здешней реки Амур, потому что в переводе с французского это слово обозначает любовь. Точка сценария к «Дивану Сталина» написала сама мадемуазель Ордан, он почти не имеет в основе исторических документов, а сложен как поэтическое эссе, исследующие природу абсолютной власти. Роль диктатора играет Джерар Депардье, который физически не похож на Сталина, внешнее сходство интересовало Ордан в последнюю очередь. По сюжету Сталин со свитой находится в готическом загородном дворце, и рядом с ним томится в неволе талантливый художник Данилов, Полями, приемный сын скульптуры Мухиной. Его задача – создать проект великого памятника великому вождю. Трагедия почти античная, охватывает три полных дня в этом душном мире, где никому нельзя доверять, никого нельзя жалеть, и даже пугливая горничная с протезом и нательным крестом может оказаться оборотнем. Ордан интересует реакция разных людей на абсолютную власть и то, как человек справляется, или не справляется, со страхом. Точка говорить о Сталине нелегко, я думала о нем, как о Ричарде Третьем или Макбете из трагедии Шекспира, как о человеке, рожденном великой утопией, говорит Фанни Ордан. Сталин – только образ, за одним диктатором всегда скрывается другой, и каждый из нас может столкнуться с абсолютной властью. Интересно, что изначально Ордан хотела делать фильм в копродукции с российской студией, для этой цели перевела сценарий на русский и разослала всем, кому могла, но ответа не получила. Жаль, потому что картина получилась любопытная, по-французски чувственная, близкая и интонационно к фильмам Алексея Германа, только не старшего, автора «Хрусталев», «Машину», а Германа-младшего – к его электрическим облакам и бумажному солдату. В диване Сталина герои также бродят в тумане потерянные, вдыхают воздух кисель, не в состоянии надышаться, теряют душу и ищут ее в отражениях зеркал. В первую половину фестиваля творческие встречи со зрителями провел и Алексей Учитель, показавший 30-минутный отрывок из продолжающей терзать некрепкие умы Матильды, тоже при полном зале «Макс», и документальный фильм «Рок». Сценарист Аркадий Ленин привез на Дальний Восток фильм «Мама Люба», а еще были образовательные мероприятия, лекции и мастер-классы журналиста Феклы Толстой, сценариста и преподавателя МШК Всеволода Коршунова и режиссера Франсуа Жаку Асенга. Приятным дополнением к культурной программе стала выставка «Кафе Лимитс» одного из лучших шведских фотографов, обладателя множества премий Андреаса Петерсена. Все представленные работы родоначальника субъективной фотографии были сделаны в конце 60-х годов в одном из гамбургских питейных заведений. Петерсен документировал жизнь бара, снимая его посетителей, портовых грузчиков, местных жителей, маргиналов и представителей социального дна, которые явно относились к фотографу доверительно. На открытии фотовыставки сообщили, что большим поклонником этих снимков был в свое время Федерико Феллини, который приметил совсем юного Петерсена и сказал ему, что на этих фотографиях изображены герои его не снятых фильмов. Выставка прошла в галерее Арка, некоторые из снимков выставлялись впервые. Что же касается программы показов, то, как мы уже писали, она обширна и интересна. Центральная тема конкурсной части – непонимание и теснота, как физическая, так и эмоциональная, причем как в полнометражном кино, так и в коротком метре, недаром и тех и других судят одно жюри. Короткий метр, кстати, очень сильный, некоторые фильмы почти вызывают клаустрофобию при просмотре. В частности показатель на работе один и много Джана Собака из Великобритании. Он снял небольшую монохромную документальную ленту об уличной жизни камбоджийского города. Камера все время находится в движении, все куда-то едут, медленно тыкут внутри мотоциклетной дорожной пробки, и так тесно, что ничего не видно. Перед нами сжатый кадр 4Х3, перекрытый чей-то спиной или головой частично, порой процентов на 80, мы как будто дышим в чей-то затылок, и для обозрения остается только маленькая щель, уголок экрана, в котором сплошняком сквозит уст.